В общем, что хочу сказать. Хотят здесь строить у нас Солнечную долину. Кисловодск весь перегружен. Утром чуть свет, вот встаешь с малого седла, видно отовсюду дымка стоит над городом. В центре города, вот попрудное, раньше было персики, абрикосы, уже ничего не цветет. Вот как котельную построили, загазованность. Эти три хребта не пускают ветер сюда. В общем, что скажу. Машины в городе полно стало. Солнечная сторона, как въезд в город, от Подкомка до Кольцо горы не застраивается. Лезут сюда к нам. Хотят здесь на Солнечной долине построить выше поселка Нарзанного и до Батмаксыр, Таланского хребта. Это куча санаторий. Нам, кисловодскам, это вообще не нужно. Первое, правительственная дача там стоит. Раз. Второе, вот эту дымку я сказал. Третье, краснокнижные растения. Животные, птицы. Птицы там сокола, сапсан, чеглок, тетеревятник. Растения, подснежник, там черемша, животные, медведь, рысь, скалистый кот. Это все у нас. И вот даже предгорный район здесь не охотится в том конце. И от того места до границы Качьер и КБР по прямому километров 11. Максимум 12. Как только туда выйдет дорога наверх, на Батмаксыр, будет дорога на КБР. Город и так закрытый. Его хотят открыть. Проходной двор будет как Пятигорский. Теперь оттуда выходят до Барана сделать дорогу. Зимой там очень тяжело. Допустим, поставят дорожников. От Барана сюда спуск. Даже летом автобус не может спуститься. И экскурсионный. Вон они едут наверх. Или в турбазу, или дальше. Едут маленькие автобусы. Значит, будут резать опять хребет. И экологию нарушать. Хорошо. Спускаются опять в город. Перед храмом, перед мечетью. Все движения опять сходятся на дно. Ну, город что? Резиновый, в конце концов. Теперь. Там, на Солнечной долине, есть красные камни. А красные камни – это вулканического происхождения. С большого седла и с женала сюда идет тропа по гребню. Туристы всю жизнь говорят. Там у вас звенячка. То есть фон радиоактивный. Словом, вот если дома обкладывают плетником, если одна полоска красная есть, она вулканическая, она фонит. Дом никто не хочет радиационный ставить. То есть перекупщики этот камень не берут. А там его валом. Просьба, пусть эти приедут с дозиметрами, альфа, бета и гамма, чтобы все три луча показывало. И мы там поприсутствуем и покажут. Потому что всю жизнь и по школе эти красные камни везде называются вулканического происхождения радиоактивный фон большой. Они сейчас его копнут, в Нарзан пойдет. Там высота где-то от километра до 1300 над уровнем моря. Нарзанных скважин в Нарзанном поселке валом. Подача Нарзана идет в основные правительственные санатории именно оттуда. С поселка Нарзанного нержавейкой трубой. Сейчас они загубят. Допустим, нас здесь выселяют, но они там копнут городу хана радиация. Чем они думают? Коммунисты что не знали что ли, что нельзя этого делать? Еще раз повторяю. Правительственная дача, краснокнижные животные и так далее. Туман над городом. Если безветренная погода в Осентуках, Пятигорске выдувает, а здесь стоит смог. Вот я же вам сказал, вот эту трубу котельную построили, где-то в 81-82 году. Уже у нас почти фруктов летних нет, зимние только есть. Кое-где черешня, вишни нет. То есть мы что, должны умереть ради кого-то? Рано или поздно СВО закончится. Санатории будут пустые. Поедут опять по Европам, по другим континентам отдыхать. А остальные где должны быть? Вот. Теперь по поводу мэра. Мы с ним беседовали, просили по детской площадке. Детскую площадку с декабря месяца, она там валяется на земле. Он при нас сказал своим замам, сделайте. По сей день площадка лежит, отдыхает на боку. Миша, если не войдет сейчас, это все не войдет. Войдет у них целый час, подожди минутку. Люди хотят сказать еще, да, тоже другие. Второе. Второе. Хочет велосипедную дорожку от Нового озера сделать до Комсомольского парка. На 10 метров должна ширина быть. Опять сносить то, сё, пятое, десятое. Зачем нам это надо? А вы представьтесь, пожалуйста. Я Апаков Харшим Шакманович. Работаю всю жизнь в горах. Можно так сказать. С детства, со школьной скамьи. 360 градусов вокруг Кисловодска. Все места знаю и по названию, и так далее. И те, что ребята мои, ровесники, здесь живут, работали в совхозе Южном, то же самое они знают эти места. То есть мы с отцами, родителями работали там, в горах. Вот. Я к чему это говорю? Велосипедная эта дорожка нам не нужна. Вон с гор можно, пожалуйста, с любой горы делать. На Комсомольский парк. Там захоронения наши карачейские были. Они эти карачейские захоронения, когда мы приехали, одно или два осталось. Всё, его нету. Продолжают там любые стройки. И второй вопрос. По поводу нашей депортации за мечетью стоял камень, где должен был памятник стоять. Камень этот взяли на ту сторону дороги и теперь вообще не разрешают строить памятник депортированным. И последняя мечеть. Мечеть построили, минарета нет. Все приезжают к нам, над карачейцами смеются, говорят, почему у вас нет минарета. Пусть не кричат по минарету, но должен стоять. Раз курортный город. Всё, что я хотел сказать, извините. Всё, спасибо.